друзья всем добрый день меня зовут павел я редактор телеграм-канала акции китая china stocks и также автор youtube канала акции китая china stocks сегодня как вы уже вы наверное поняли поговорим об акциях китая сегодня немножко более бычий день по китайским акциям чему давайте поговорим об этом уже в деталях давайте начнем с обзора то как торгуются китайские компании сна посмотрим на карте финвиза как вы видите большинство китайских компаний сегодня неплохо растут на 3-4 процента многие компании растут alibaba тоже нормально растет но все это конечно же всего лишь пока только маленький отскок и не означает что дальше китайские рынки будут растут тем не менее сегодня есть хорошие новости о китаю и давайте поговорим какие конечно же это самая главная новость то что overgrant выплатила свои часть своих долгов по облигациям и это успокаивает сегодня рынке то есть сегодня банкротство overgrant не состоялось и рынке из-за этого радоваться поэтому сегодня все растет вот таком приличным образом по экономическому календарю на инвестинге сегодня вышли данные по базовой кредитной ставки нбк 3,85 процента как я и ранее говорил что это скорее всего не изменится потому что уже много месяцев подряд эта ставка не меняется и не бой никаких предпосылок для того чтобы она менялась и давайте теперь посмотрим индексы и и тфки по китаю сегодня гонконг не работает поэтому такие инкс как хангсинг и хангсинг тех сегодня не торгуются но мы можем посмотреть как работает как торгуются индекс шанхай композит сегодня показал рост на четыре десятых процента а также давайте посмотрим как торгуются и тфк веб растет сегодня на 2,72 процента и fxn тоже растет на 2 процента теперь давайте посмотрим про компанию overgrant поподробнее ну во первых как я уже сказал компания сегодня заплатила часть своих долгов по облигациям и рынки растут на этой новости но пока еще рано говорить о том что у компании все замечательно тем не менее на этих новостях сегодня акция выросла практически на 40 процентов а компания overgrant я имею ввиду но после того как она упала довольно таки сильно но давайте посмотрим кстати не смотрел как это выглядит на графике вот так это у нас метод график вот это тот да рост 42 процента составляет по этой компании но после того как вы видите компания упала на 85 процентов поэтому это еще не настолько сильно чтобы говорит что компании все хорошо но тем не менее кто например купал акции 21 сентября те имеет хороший рост сегодня но я надеюсь что вы не занимаетесь спекуляциями в такой опасные компании никому не рекомендую этого делать но идемте далее что ждет компанию overgrant в конце игры такая аналитическая статья про эту компанию разбирается такие моменты как что будет с этой компании дальше автор считает что компанию разделят на несколько компанию будет реструкализация долга и после всех этих изменений будут большое значение для всего сектора недвижимости китая потому что компания крупная в гранд и все это повлияет на другие компании также вот статьи разбирается макро значения где довольно таки глубоко копается то что вот будет какие значения все эти изменения для китая будут означать автор статьи глава отдела экономики азии и главный экономист по китаю и без investment банк и довольно таки сильная статья если вас интересует подробности конкретно по этой компании то читайте обязательно эту статью вам наверняка это будет интересно идемте далее важная новость дня это квартальная отчет компании галту за которым наверняка сегодня пристально следили все инвесторы образовательных компании китая которые занимаются репетиторством и онлайн образованием компания выпустила отчет чистая выручка составила 2 миллиарда двести тридцать два миллиона юаней что на 35 процентов больше по сравнению с периодом аналогичным прошлом году но чисто убыток составил 918 миллионов юаней по сравнению с прибылью 18,6 миллиона юаней за тот же период 2020 года то есть выручка сильно выросла но убыток стала перевез убыток вместо прибыли поэтому в целом если бы это было обычным период для компании галту то скорее всего компания упала стоимость своих акций но так как все образовательные компании сильно пострадали то давайте посмотрим как торгуются сейчас это акция до компании перейдем на часовик и посмотрим сейчас рост 11 с небольших свой 11 по 1 процентов максимальный рост сегодня составлял по этой компании 13 половины процентов посмотрим чем закроется и давайте посмотрим как торгуются другие компании начатал сегодня растет к этой минуты на четыре с половиной процента компания new orient education растет на 5 с небольшим процентом тоже все компании были несколько выше например new oriental был на 8 процентов рос а то у дюкэйшен рос сейчас посмотрим на сколько на практически на 6 процентов но сейчас корректируется и посмотрим чем закончится этот день но как мы говорили довольно таки а сегодня волатильный день для акций образовательных компаний не удивлюсь если эти компании сегодня еще вырастут сильно там на 10-15 процентов это будет легко для этих компаний но это не инвестиционная рекомендация и никому не рекомендую входить в эти компании чисто как трейдинг потому что они могут летать по бешеному то есть никого рекомендую заходить инвестиционно если вы еще не вошли ранее сейчас это такой 50 на 50 либо выстрелит либо не выстрелит поэтому как раз трейдерам это был акции будет интересно а инвесторам которые не входили в эти акции не могу рекомендовать потому что ну сами понимаете либо они выросли бы не вырастут такая рулетка те кто уже в акциях сидит по компаниям дал дюкэйшен галатова то сидите ждите такой мой вам совет идем далее прыгал тупо говорили компанию alibaba аналитическая статья где автор считает что акции alibaba будут падать еще больше пока си цзиньпин не уйдет своего поста автор считает что акция компания alibaba очень дешевая и они очень привлекательны для покупок однако несмотря на то что бизнес компании будет развиваться и далее перспектива роста акций с его точки зрения очень сомнительно потому что пока си цзиньпин будет у власти то скорее всего акции компании alibaba могут продолжать падение потому что вполне вероятно новые какие-нибудь ограничения и подавление конкретно alibaba или принадлежащий ей бизнесов направления если у вас интересует эта точка зрения то читать эту статью на довольно таки интересно и вполне логично но не могу сказать что я прям не согласен на сто процентов с автором этой статьи но мне кажется что сильного падения 50 долларов вряд ли мы увидим по акции alibaba но 130 долларов вполне возможно и увидим но в общем если вас интересует эта статья то читайте ссылка будет в описании к этому видео и идем далее еще одна новость тоже связана с компанией alibaba микрокредитный сервис антгрупп хуабей передает обширные данные о потребителях в центральный банк китая это был один из моментов когда приостановили айпио компанию ангрупп когда потребовали чтобы компания поделилась своими данными центральным банком и непосредственно сейчас это происходит и на мой взгляд это не очень плохая новость потому что это всего лишь развитие ситуации которая может привести к айпио компанию ангрупп если вы следите давно то и непосредственно остановка айпио ангрупп была такой точкой начала репрессий по всем китайским компаниями сектором от властей китая если если а когда когда и пио ангрупп все-таки разрешат на мой взгляд это может быть той самой точкой когда китайские компании начнут свой рост все ждем надеемся неважно являетесь ли вы инвестором alibaba групп или нет и думаю что это это айпио повлияет на все акции китайских компаний будем следить по новостям о китайских компаний это все следующие новости уже будет в целом по секторам или по новостям китая значит новость у нас ежедневный обзор от издания сцмп где рассказывается о том почему сегодня рынке растут ну как я уже ранее говорил это история server server grand также банк китая вкладывает 18,6 миллиардов долларов рынок чтобы успокоить рынке соответственно так как еще ситуация сегодня пока что благополучно завершилась на сегодняшний день неизвестно что будет далее и центральный банк китая ввел ликвидность в китайский рынок в банке конкретно деньги то сегодня китайские акции растут следующая статья это аналитическая статья от wall street journal регулирующий шторм в китае поможет при может привести более значительным экономическому ущербу журналисты рассматривают те меры которые власть китай применили к своим компаниям и к примеру из-за этих действий и в том числе случился в этот кризис server grand потому что власти усилили контроль по девелоперам чтобы три красная линия не были не нарушались девелоперскими компаниями из-за этого в том числе over grant и имеет свои проблемы сейчас так вот и сектора и тайские компании тоже могут иметь проблемы например здесь рассказывается о том как много людей работавших в образовательных репетиторских компаний китая уволились их уволили из компании потому что соответственно весь сектор получил ограничения на свою деятельность и это тоже влияет в конечном итоге на развитие экономики и так далее также действия ограничивающие технологические компании китая тоже не ведут к тому что у них улучшается бизнес потому что скорее всего китай требует о том чтобы компании повышали зарплаты своим сотрудникам нанимали официальный наим брали официальный наим например таких компаний как диди и так далее то есть повышаются расходы компаний на сотрудников и с другой стороны различные ограничения по бизнесу все это влияет на доходность компании и в конечном итоге это может сказаться назад зарплаты сотрудников компании и либо это будет ограничение по росту эти зарплаты либо будет сокращение зарплат а это в свою очередь скажется на потребление гражданам китая и соответствующими проблемами например согласно отчетам у компании байденс который принадлежит тик ток ежемесячный доход снизился на 20 процентов начиная с августа один из примеров того как может повлиять на компании эти новые ограничения воздей кидая в общем если вас интересует вот все эти подробности почему считают что регулирующий шторм может привести более значительным экономическому ущербу читать эту статью довольно интересная ссылка будет в описании к этому видео и последняя статья которая сегодня хотел рассказать то новость расходы на услуги опытичной инфраструктуры в китае втором квартале 2021 года выросли на 54 процента это тоже продолжается вот эта вот статистика вчера если вы смотрели видео то я рассказывал о том что сектор онлайн игр показывает рост месяц к месяцу и по сравнению с прошлым годом в этот же месяц рост расходы на инфраструктуру обычных компаний соответственно тоже растут соответственно получается что компании в этом секторе такие как алибаба вей тэнсент и байду это четверка самых крупных компаний в этом секторе соответственно получает больший доход с этого направления бизнеса так вот игровые сектора доходы растут обычные услуги доходы растут и много таких новостей выходит по китаю которым говорят что на самом-то деле все растет и думаю что в конечном итоге это проведет тому что китайские акции будут просто слишком слишком дешевыми и и это может заставить покупать тайские акции несмотря на все проблемы которые есть по китаю сейчас на сегодня это все что я хотел рассказать если вам нравится контент на котором я рассказываю ставьте лайки если вам кажется что я не прав что контент неинтересно и так далее ставьте дизлайки и подписывайтесь на этот канал если вы еще не подписались также приходите к нам в телеграм-канал там появляется самая актуальна но информация по китаю и на этом все все спасибо за просмотр и всем до завтра